Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я вам расскажу, что такое Ezergate-клиент, как его внедрить в вашу сеть, как он помогает экосистеме безопасности Ezergate-сума обогащать информацию о событиях безопасности в сети и реагировать на эти самые события. Итак, давайте представим типичную сеть, как обычно мы это с вами делаем. Есть у нас какой-то интернет. В этом интернете у нас стоит пограничное устройство Ezergate-негенерation. Также Firewall. И есть у нас внутренняя сеть с сотрудниками. И, предположим, в этот раз мы еще добавим сеть, которая состоит из удаленных пользователей. Предположим, у нас есть два удаленных пользователя. Собственно, наша задача с вами — это установить Ezergate-клиенты на конечные пользовательские станции, то есть непосредственно на компьютеры, для того, чтобы обогатить информацию о том, что на этих компьютерах происходит, и передать эту информацию в Next Generation Firewall и в UserGate-лог-анавайзер, который мы, кстати, тоже сбоку сейчас дорисуем. Соответственно, допишем, что это у нас пользователь 1, User 1, User 2. И также во внутренней сети у нас тоже есть пользователи, и тоже они сидят за компьютером. Итак, Ezergate-клиент устанавливается на конечные станции, и на каждого этого пользователя мы устанавливаем по версии Ezergate-клиента. Абсолютно без разницы, где эти пользователи находятся. Они могут быть как удаленными в данном случае, так и во внутренней сети. Тоже здесь мы ставим на все компьютеры Ezergate-клиент. Что это нам дает? Какие возможности расширяет? Ну, во-первых, Ezergate-клиент, как агент, который находится на конечной станции, он доставляет огромное количество информации о происходящем на компьютере непосредственно в Ezergate-лог-анавайзер, то есть в систему анализа и эквилиляции событий, что в дальнейшем может быть использовано для выявления инцидентов безопасности. Соответственно, вся информация стекается в лог-анавайзер. И чем больше информации лог-анавайзера, тем проще ему принять решение о том, что в сети происходит что-то аномальное, что происходит какой-то инцидент, и нужно на него как-то реагировать. В случае, если лог-анавайзер принимает решение о том, что инцидент все-таки произошел, он отправляет команды через централизованное управление на клиенты, чтобы заблокировать доступ, на Ezergate-нгфв, чтобы принять какую-то новую политику безопасности и так далее. Тем самым вот этот непрекращающийся обмен информации с экосистемой безопасности Ezergate-сума и обратной связи от лог-анавайзера, от менеджмент-центра до этих самых клиентов для того, чтобы заблокировать соединение, для того, чтобы закрыть доступ к сети, реализуют концепцию XDR, Extended Detection and Response. То есть мы расширяем грани видимости событий безопасности, то есть мы добавляем их на рабочие станции, как внутри сети, так и снаружи сети для удаленных пользователей, и мы предоставляем новые инструменты для реагирования на инциденты. Но и это еще не все. Предположим, мы вводим еще одного пользователя номер 3, у которого тоже установлен Ezergate-клиент, и нам нужно решить сейчас абсолютно иную задачу. Нам нужно принять решение о том, можно ли пользователя номер 3 пускать во внутреннюю сеть корпоративную, либо каким-то серверам, либо каким-то приложениям и ресурсам на основе его профиля, на основе соответствий требованиям данного устройства для доступа в сеть. О чем я говорю. Ezergate-клиент позволяет реализовать концепцию Network Access Control. То есть он проводит комплайнс-проверку на наличие необходимых компонентов в системе. Что это может быть? Версия операционной системы, наличие установленного антивируса, обновленного антивируса, наличие какого-то стороннего софта или проверка на отсутствие какого-то софта, которого не должно быть на конечной станции пользователя. И проходя эту самую проверку, или не проходя, как в данном случае, Ezergate-клиент принимает решение о том, пускать пользователя в сеть или не пускать. В совокупности все это позволяет реализовать такие концепции, как ZTNA, Zero Trust Network Access, которые, собственно, и принимают решение о доступе в сеть или не доступе в сеть, основываясь на доверии к данному устройству. То есть специалист по безопасности прописывает политики соответствия требованиям, на основе которых мы решаем, пускать пользователя в сеть или нет. Еще немаловажным фактором является наличие экспертизы информационной безопасности в данных концепциях. Что я имею в виду? Когда мы собрали информацию со всех конечных станциях, с внешних, с внутренних, увидели статистику перехода по IP-адресам, посещения по хостам, наличие каких-то файлов определенных по их хэшам, и вся эта информация собирается вот здесь, в UserGate в Open Advisor, то мы можем осуществить ретроспективную проверку на следы компрометации. Для этого у нас должны быть индикаторы компрометации, которые предоставляет наш центр мониторинга и реагирования. Соответственно, как это происходит? Подготовленные списки индикаторов компрометации могут обогатить информацию в UserGate в локаналайзере, и на основе данных, которые по отдельности кажутся не связанными и кажутся, что не являются частью инцидента, мы можем принять решение о том, что инцидент все-таки был, потому что, допустим, пользователь номер 3 посетил IP-адрес какого-нибудь китайского батнета, а это значит, что, вероятно, на его компьютере установлен вердоносное ПО. И благодаря обогащению индикаторов компрометации из центра мониторинга и реагирования, которые приходят в локаналайзер, и на основе собранной информации с компьютера пользователя номер 3, мы узнаем о том, что все-таки здесь был инцидент, и принимаем решение изолировать его из сети и больше не пускать до выяснения обстоятельств. Поподробнее о продукте Zergate клиент можно узнать по ссылке в описании под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, здесь будет много интересного и полезного.